Привет, YouTube! И сегодня мы поговорим с вами про очень избирательную культуру отмены в нашей стране и опасные шутки. Ну а в заключении я припасла для вас десерт от чиновников. Так что, друзья, не будем затягивать и поехали! Ну что ж, мимо этой темы я никак не могла пройти. Интернет-сообщество не на шутку встревожил и возмутил молодой рэпер-исполнитель Сода Лав. Вы, скорее всего, вспомните его по трекам «Тысяча рук», «Вива Лавида», «Голодный пес» и «Свеженькой на Чиле» совместному проекту Джигана, Егора Крида, Тимати, Гуфа и других исполнителей. Причем, знаете, особое возмущение вызвал тот факт, что журнал GQ взял, да и номинировал его название «Открытие года» в своей престижной премии с пафосным названием «Man of the Year 2021». Ну а все дело в том, что буквально несколько месяцев назад Сода сам взял, да и брякнул на всю страну, что шантажируют девушек интимными видео. Ну, что тут добавить? Нет слов одни эмоции. Вот такое вот чистосердечное с намеком сразу на несколько уголовных преступлений. Зато мужчина года. Ну и где же этот самый канцелинг, когда он так нужен? Кстати, что это такое и как это работает в России, я подробно рассказывала вот в этом видео. Поэтому, если вы вдруг не смотрели, обязательно посмотрите. Тем временем волна негодования дошла до крупных СМИ, которые потребовали отменить Владика. Если что, так на самом деле зовут Соду. Народ в соцсетях тоже вовсю рвал и металл. Ну а что в итоге? А в итоге пресное извинение самого Соды. Несмотря на то, что я каждый раз спрашивал у девушки разрешение на подобную съемку, я понимаю, что моя мотивация абсолютно неверная. И я хотел обезопасить себя посредством какого-то компромата. Это нарушение личных границ человека. И ни у кого, в том числе у меня, нет права на нарушение этих границ. Готов заверить, что никогда бы себе не позволил выложить подобные видео в сеть. То есть, все мои слова по этому поводу на подкасте у Эльдара были не более, чем просто моим пацанячим похвальством, за которое мне сейчас очень стыдно. Ну и в продолжении номинация от престижного журнала «Ну чем не мужчина года». Кстати, это еще и не все. Совсем недавно в Рунете появились скрины, на которых якобы тот же Сода в Телеграме требует от несовершеннолетней девушки интимные фото в обмен на персональный привет. Нашлись даже умельцы, готовые подтвердить, что это и правда он. И сразу хочу подчеркнуть, что официального подтверждения этому нет. Ну а Владик все категорически отрицает и призывает всех быть добрее. И в ход идут весомые аргументы, ну против которых не попрешь. Я живу в своей реальности. Как это отразится на мне? Что-то поменяется? Нет? Мне вообще п***й. Реально. Я не, ну знаете, ну я не лезу в с***ю. Типа я живу свою жизнь, я кайфую. У меня куча телок. Ой, простите, девушек. У меня нет проблем, знаете, с этим. Мне не нужны нютцы чьи-то. Как по мне, все это более чем веский повод отменить номинацию. Тем более, что времени на это у редакции было предостаточно. Но нет. То ли они просто несколько месяцев отсиживались в танке и вообще не в курсе событий. В любом случае, это очень профессионально, ребят. Поздравляю. Короче, дотянули до того, что сами получили порцию отборной критики в СМИ. Ну и, конечно же, в соцсетях. И звучали вопросы в духе. А все ли у вас в порядке с премией, если на нее номинируется Soda Love? И нормально ли там вообще все у них в редакции? А саму номинацию назвали примером успешного успеха журнала. Ну а пока все выходные соцсети бурлили, редакция GQ, видимо, отдыхала. Но, знаете что, друзья? В ближайший же понедельник они взяли и по-тихому почистили сайт. Так что, получается, достучались таки? Ура! Не прошло и года. Гляньте, какая красота была. И что стало? Будто и не было соды. Вот так. Медленно, запоздала, но справедливость все-таки восторжествовала. Хотя, в целом, относительно скандала, сам GQ все еще продолжает по-партизански хоронить молчание. И на момент съемок этого видео официальный комментарий редакция пока так и не дала. Вот такие вот странные дела творятся. И пусть с культурой отмены у нас пока складывается, ну, как-то криво и очень избирательно. Но во всей этой малоприятной ситуации меня, безусловно, радуют два момента. Во-первых, неравнодушие общественности к такому вот откровенному беспределу. А во-вторых, сила резонанса, благодаря которому удалось восстановить, если уж и несправедливость, то хотя бы какое-то подобие адекватности. Хотя, знаете, услышать комментарии редакции GQ очень бы хотелось. Чего уж там. И пока шантажистов-извращенцев у нас номинируют на звание мужчин года, другие отправляются в тюрьму за шутку. Да-да, время такое, за шуточки можно и присесть. Признание Мерзолизаде и Драко Кахин-Аглы виновны в совершении административного правонарушения плюс мод в статье 20.3.1. И назначим административным оказанием в виде административного ареста на срок 10 суток. Вот так совсем недавно юморист Идрак Мерзолизаде прямо из зала суда под конвоем уехал за решетку на 10 суток. Парень уже на свободе, но сам факт. А началось все вполне невинно. В одной из комедийных передач Идрак обсуждал насущные проблемы в компании коллег. Кто про соцсети рассказывал, кто про образование, а Идрак делился наболевшим трудностями съема жилья. Короче, я решил снять новое жилье, необходимость возникла и я столкнулся с обычной проблемой любого нерусского человека, который хочет найти себе жилье. Шутил про предубеждения против приезжих, делился лайфхаками, которые сам использует. Шутил, шутил и дошутился до того, что некоторые СМИ обвинили его в оскорблении всей русской нации. Возмущение вызвали вот эти слова. Я матрас с братом выкидываю, который тоже не русский. Матрас? Матрас очень даже русский. Я его выбрасываю, он весь в говне. Ладно, не нужно было говорить все. Я видел матрас, матрас действительно в говне. Матрас весь в говне. Я не знаю, если что, предыдущие съемщики русские, и, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать. А он увидел нас, осмотрел так же с ног до головы и просто медленнее стал идти. Понимаешь момент? Он показывает, я тут главный. А с какой стати ты на нас так смотришь? Я понимаю, французы великая нация. Типа, великая нация. Могут позволить тебе быть националистами. Плохо быть националистами, но они могут позволить тебе это. Какой-то русский Павел с какой-то стати смотрит на меня с презрением. Ну, вот как-то так. Пытался показать, что нелепо судить обо всем народе по одному негативному инциденту. Как это часто бывает с неславянами. Но зеркалочка не прошла. Если в новое жилье входишь, особенно если она в центре, там много живет славян. И ты все равно должен их убедить в том, что ты нормальный неславянин. Дело не в национальности, а в том, какой ты человек. Взятые из большого шоу отдельные слова сотворили страшные вещи. Сначала и драка просто начали травить в соцсетях и угрожать. А потом на паре средь бела дня в самом центре Москвы. При этом его настоятельно призывали извиниться перед всем русским народом. Но извиняться и драк не стал. Я не хочу извиняться, потому что я считаю, что если ты извиняешься, значит ты согласен, что ты оскорбил. А я не считаю, что я не оскорблял ни в коем случае народ, конечно же. Я считаю, что я оскорбил чувства ксенофобов только. И будто всего этого было мало, прилетел еще и привет из прокуратуры, которая заподозрила и драка ни много ни мало в разжигании межнациональной вражды. Дело дошло до суда. Свою вину и драк не признал, но извинился перед теми, кого задели его слова. Я понимаю, что вызов без контекста эти фрагменты выглядят действительно неподобающе. И для неподготовленного зрителя это звучит действительно ужасно. И перед людьми, которые увидели это и неправильно меня поняли, интерпретировали, извиняюсь, не понимают, как это может звучать и как это может быть интерпретировано. В этом я раскаиваюсь. Но намерения и умысла оскорбить я не имел. Самый гуманный в мире суд был суров и непреклонен. Что было дальше, вы уже знаете. Но как к этому отнеслись люди? Большинство сочли, что такой вердикт явно перебор. Причем с арестом не согласились даже и те, кто, в общем-то, считают саму шутку идиотской. Не остались в стороне и коллеги. Спустя несколько дней после суда сразу несколько популярных юмористов заявили о том, что проведут в поддержку и драка концерт. И записали трогательное видео. Всем привет. 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 Меня зовут Денис Чужой. Меня зовут Алексей Квашонкин. Меня зовут Сергей Орлов. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Шац. Александр Малой. Я Руслан Белый и я стендап-комик. Я Данила Поперечный и я стендап-комик. И драк не враг. 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 И драк друг. Ну чё? И драк не враг. Отпустите человека. Но, тем не менее, многие решение суда поддержали. Мол, все правильно сделали, пусть знает свое место и фильтрует базар. Ну, то есть юмор. Вон, даже юморист из «Кривого зеркала» Александр Морозов высказался и сравнил и драка с Эдвардом. Разобью вашу тачку Биллом. Типа, да, парень перегнул палку, так что пусть эта история теперь будет примером для других. И я из-за этого случая сразу вспомнила предыдущее видео, где был конфликт из-за шуток над бурятскими женщинами. Там до тюрьмы не дошло. Но, получается, могло. Правильно я понимаю? Только здесь мы пропустили этап культуры отмены и сразу перешли к побоям и прокуратуре. Вероятность сесть за решетку за случайные высказывания реально пугает. Сел за репост, сел за фразу в стендапе. Особенно загадочно на фоне того, что отдельных лиц не могут посадить за преступления куда более серьезные. Зато шутников из интернета крутят на раз-два. Интересно так получается. Друзья, мне будет очень интересно знать, а что вы думаете по поводу всей этой ситуации? Справедливо ли поступили с Эдраком? Заслуживает ли он за историю с матрасом арестом? Делите своим мнением в комментариях, но без шуток, пожалуйста. Ну что ж, а теперь настало время для новости, которую все заслужили. В Тульской области в ряды МЧС вступил вот этот персонаж. Так сразу не поймешь, кто это. Сразу скажу, это не слегка прибалдевший губка Боб, хоть и очень похож, не спорим. И даже неприлично раздобревший кот из Шрека, не буду томить, это тульский пряник. Собственной персоной. Если вам кажется, что это какой-то прикол, спешу вас заверить, все более чем серьезно. У пряника даже удостоверение есть. Все как надо. Информацию о новом сотруднике разместила на своем официальном сайте Тульская МЧС. Так что вот, получите, распишитесь, новый уполномоченный инструктор противопожарной профилактики. Прошу вашего разрешения приступить к исполнению служебных обязанностей. Уважаемые коллеги, давайте проголосуем. Слово за то, чтобы принять пряник Тульской в ряды сотрудников главного управления МЧС России. Единогласно. Чтобы вы знали, пряник будет посещать детские учреждения и рассказывать малышам, как обеспечивать противопожарную безопасность. Но, глядя на него, я начинаю немного переживать за детскую психику. И, кстати, почему пряник? А все просто. Другие варианты, если верить пресс-службе МЧС, даже не рассматривали. Ну и сам пряничек дал журналистам интервью и рассказал, как ему работается в таком амплуа. Сами знаете, да, что Тула считается пряничной столицей. Вот поэтому в таком образе, можно сказать, работать приятнее вдвойне. Причем не успел товарищ пряник поступить на службу, как уже отличился. Ему уже вручили медаль за пропаганду спасательного дела. Торжественно и на серьезных вещах. Какой молодец. Ну ладно, медаль. Пряник-пожарник всего за пару дней стал самой настоящей звездой интернета и попал в федеральные СМИ. Ну о настоящей народной славе говорит тот факт, что в сети уже можно найти десятки мемов с этим чудесным одухотворенным лицом. И вы знаете, что интересно? С одной стороны, хорошее это дело. Важное. Вот даже не спорю. Но почему-то все равно становится как-то неловко, когда смотришь на этого новоиспеченного МЧСника. И дело даже не в самой ростовой кукле. Дети и правда их любят. Поэтому такие куклы часто используют в больницах для поднятия настроения. И в образовательных целях. Вот, например, ГИБДД привлекли мультяшную зебру, чтобы рассказать малышам о правилах дорожного движения. То дело именно в том, как нелепо, ну вот лично на мой взгляд, выглядит этот пряник. И вся эта помпезность с вступлением его в ряды МЧС. Очень уж это все в духе торжественного открытия полицейских участков в бытовках и красных ленточек на мусорках. Ну о которых я рассказывала совсем недавно. Ну а я правда очень надеюсь, что скоро наши чиновники научатся делать так, чтобы их благие дела и начинания выглядели не как оживший мем. Друзья, на этом сегодня все. Спасибо большое, что вы досмотрели этот ролик до конца. Я с вами прощаюсь совсем ненадолго до следующего выпуска. И если вы вдруг не смотрели предыдущий выпуск, очень вам советую его посмотреть. Вот он. Не скучайте. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok